Канобу.ру представляет осуществляется при помощи компьютера и нескольких свежих идей в голове. На телевидении и в кино видеоигры часто предстают кровавыми боевиками без страха, упрека и смысла. Однако индустрия электронных развлечений шире обывательских представлений. В ней есть место для совсем других проектов. В конце марта в американском Сан-Франциско пройдет уже 15-й по счету фестиваль IGF — смотр и конкурс игр от независимых авторов. Все новые идеи, все какие-то смелые попытки вообще изменить наше представление о том, что такое игры, для кого они и о чем они вообще говорят с людьми, они происходят там. Классный инди-разработчик стремится быть Тарантино от видеоигр. Он срывает шаблон, но при этом не забывает развлекать. Делает все, как Квентин в «Бешеных псах» — одном из моих любимых фильмов. Она показывает, если можешь удивить и развлечь одновременно, нужно пробовать. Если ты можешь сделать двое, ты должен попробовать. Ведь, посмотрите, любой крутой инди-проект потом обязательно выходит на мажорном лейбле. То есть обязательно Warner Brothers любят спонсировать хорошие молодые команды. Ребят, для меня инди — это молодые команды, которые что-то делают. Делаем это для чего? Для получения опыта, для получения, наверное, какой-то первой славы, чтобы показать людям, что мы умеем. Термин «независимые игры» в первую очередь предполагает невмешательство крупных компаний-издателей в творческий процесс. Но не только. Почти всегда это смелый эксперимент, как над канонами геймдизайна, так и над самим игроком. Так, обладатель гран-при прошлогоднего фестиваля — игра Фесс, главный герой которой живет в двухмерном мире. В один прекрасный день он обнаруживает в нем третье измерение и вскоре открывает для себя новую вселенную, в которой одна и та же ситуация может с равным успехом обернуться непреодолимым барьером или спасительной лестницей. Персонажу Фесс придется глубоко переосмыслить окружающее пространство, а игроку прожить этот опыт вместе с ним. И что самое важное, наверное, что есть Фесс, это именно концепция игрового процесса, согласно которой мир можно поворачивать вокруг героя. Это то, чего, может быть, не замечали разработчики Mario, где герой до какого-то момента, сейчас они тоже это делают, двигался сам через мир. The Bridge – еще одна игра, в которой причудливым образом переплетаются второе и третье измерения. Ее автор, американский студент Тай Тейлор, вдохновлялся работами голландского иллюстратора Маурица Эшера. Его концепции – невозможных пространств, где пол и потолок – понятие условное. Это естественный процесс. Люди, которые играли в игры в 15, в 16, в 18, даже в 20 лет, они выросли. И им больше с ними неинтересно разговаривать на тему взрывов, кишок и оторванных колов. Просто им это перестает быть интересно. Но игры как формат взаимодействия, как культурная единица, им по-прежнему интересно. Им хочется, чтобы игры выросли вместе с ними. Игры для взрослых сконцентрированы в номинации за лучшую подачу истории, которая дебютирует на IGF в этом году. Среди претендентов – Cart Life – черно-белое виртуальное исследование жизни мелких лавочников, добывающих свой хлеб, изнуряющим ежедневным трудом за прилавком газетного киоска или пекарни. В своей игре автор Ричард Хоффмейер рисует атмосферу рутинного отчаяния американской повседневности. Cart Life тебе с самого начала сообщают то, что ты реально человек маленького роста, человек в футляре, уже повидал виды, вернулся домой, в родной город и начал торговать хот-догами. Каждое утро встаешь, катишь эту тележку с хот-догами, продаешь сосиски и думаешь о том, что дома у тебя там кошка не кормлена. Вот это чувство, вот эта эмоция, которая приходит к тебе, когда ты думаешь о повседневности, она в игре появляется благодаря рутинному набору действий. Тебе нужно печатать, что ты катишь тележку, что ты даешь сосиску, что ты берешь деньги, что ты отдаешь сосиску. И ты окунаешься в эту повседневность. Я не вижу в этом ничего плохого, потому что изображение повседневности иногда — это новое ощущение. Ганхоу — другой фаворит в номинации «Лучший нарратив». И опять в центре игры проблемы быта и взаимоотношений. Вот только метод повествования еще более нетривиальный. Жизнь главных героев показана вообще без их присутствия в кадре от лица девушки, которая приезжает в пустой отчий дом и постепенно узнает, что произошло с семьей, пока ее не было. И она, ходя по этому дому, она восстанавливает картину того, что случилось с ее семьей, куда они уехали, что произошло, какие были отношения у родителей, как себя чувствовала ее младшая сестра. Из каких-то деталей, которые ты по дому ходишь, собираешь, вдруг выясняется, что у родителей был разлад, что у мамы, похоже, была интрижка. Что папе, видимо, было невесело, потому что виски, пицца, пластинки. Ну и в общем, из таких деталей складываются цельные картины человеческих отношений. Ты вдруг настолько проникаешь с этими персонажами, настолько прям вникаешь в жизнь этой семьи, что тебе страшно интересно, что же было дальше. А никакого сюжета формального нет. Ты просто ходишь по дому, выдвигаешь ящики, включаешь свет, читаешь, берешь что-то, какие-то крутишь предметы в руках. Будучи самым молодым изобразительным жанром, видеоигры часто заимствуют творческие идеи у старших братьев, в первую очередь у кино. Однако, этим дело не ограничивается. Концепция первой игры наших следующих героев родилась благодаря художественному опыту, который основатель студии получил от своих родителей, театральных критиков. Меня таскали с собой на спектакль, а потом домой приходят какие-то люди, там тоже все эти режиссеры, артисты, там на Курино, так что топор можно вешать, как я маленький, не помню, я даже не знаю. Все это обсуждается, все это рассказывают, почему там был провал, почему это безобразно, а это хорошо. И я во всем этом, вот такой еще клоп, я в этом варился как-то, вот. Дебютная работа «I Speak Lodge» называлась «More Utopia». В ней игрок попадал в город, пораженный неизвестной чумой, и, расследуя таинственные причины эпидемии, получал возможность взглянуть на ситуацию глазами трех очень разных персонажей. Молодого врача, знахаря и девушки, лишившейся памяти. «More» издавался под патронажем одного из российских издателей, и поэтому ее трудно считать независимой игрой. Но уже здесь чувствовался авторский почерк и скурпулезная, совсем не конвейерная работа над сценарием и героями. В итоге я пытался сделать вот именно такую вот игру, как бы мистерию, пытался уже в чисто нарративном жанре, когда люди на импровизации работают. Я им давал какую-то очень такую стройную ситуацию, хотел облегчить им эту задачу, как им вживаться в рот. То есть, понимаете, я все время решал вот эти насущные проблемы, как человека возбудить, как его вот из равнодушия, да, заставить его вживаться в образ. Потому что просто мне хотелось, чтобы было больше эмоций, больше смысла. И поэтому я задумался вообще о том, а какая ситуация с человеком высекает, а какая не высекает. Эти и другие творческие задачи Николай и его коллеги решают уже второй десяток лет. Их студия напоминает мечту художника-интроверта. Бывшая квартира в Сталинском доме в центре Москвы, домашняя обстановка, чай на кухне и одна маленькая комната, в которой работает вся команда. У нас все происходит по-домашнему. Дедлайны, конечно, есть. Они были раньше, когда мы работали с издателями. Но это скорее как бы что-то искусственное, не из нашей области. В том плане, что если игра плоха, то, конечно, можно ее тянуть к дедлайну, но лучше ее исправить. Еще одно преимущество независимой студии в том, что не нужно укладываться в жесткие сроки, шлифуя проект до блеска. Возможно, поэтому новый проект Ice Peak Lodge не попал в этом году на IGF. Но игру со странным названием «Тук-тук» вполне можно там представить. Это мистическое произведение о человеке с загнанным в тесную лесную избушку собственными кошмарами. Это такая игра экзистенции. То есть это игра, где надо просто чувствовать. Там геймплей не в том, чтобы правильно на кнопочки нажимать в нужном направлении. Хотя там это, конечно, тоже есть. Там есть сценарии, там есть загадки, там есть какие-то вопросы, на которые надо отвечать. Там действительно, это некий зашифрованный ребус. Игра — это некая версия того, что происходит с протагонистом, который очевидно реальный человек. Я хочу заставить игрока почувствовать то же самое, что чувствовал с моей точки зрения тот самый человек. Ну, это игра о человеке, который запутался в себе, который может найти, разрешить себя найти выход. И вот мир стучится к нему в окно постоянно через цепь событий, а он воспринимает это как агрессию со стороны мира. Творческая самостоятельность и независимый взгляд порой позволяют выносить идеи, которые не рождаются в штаб-квартирах, воротилы индустрии, и добиться впечатляющих результатов. В середине двухтысячных проект Нарбеки Лордроп дебютировал на IGF на правах студенческой работы. Вскоре игру заметили в корпорации Valve, наняли студентов на работу и превратили их поделку во всемирно известную игру Portal, продажи которой сегодня исчисляются миллионами копий. Даже если молодой команде не удалось убедить крупного инвестора, сегодня у нее есть второй шанс. Это портал Kickstarter, чью идею я всецело поддерживаю. Потому что он обращен не к бизнесменам, а к геймерам, таким людям, как я. Знаете, я уже проанонсировал через Kickstarter что-то порядка 40-50 проектов. Чтобы стать частью игровой индустрии сегодня, не обязательно обладать финансовой мощью. В мире цифровых продаж по-настоящему ценятся оригинальные идеи и невероятные истории, самое удивительное в которых заключается в том, что их можно прожить самому. Для этого нужно всего лишь ненадолго отпустить себя поиграть. Присоединяйтесь. Игры — это самое интересное направление в медиа, потому что оно единственное развивается. И в играх сходится в одном месте сейчас творчество, таланты и технологии. Это самая интересная индустрия. И там еще не все сказано. Говорить о каком-то инде в плане сопротивления системе или прочего — нет, конечно. Индия — это, в первую очередь, инкубатор, где куча говна и один алмаз. В играх есть то, чего нет у других медиа — это возможность поместить игрока внутрь истории. Не бывает так, что ты просто сидишь и смотришь что-то. Приходится принимать решения самому. И в этот момент ты весь там, в игре. Все время, с детства, с института, мне хотелось немножко изменить мир. Игры — это для меня способ. Способ это сделать. Мне просто кажется немножко странным жить на Земле и не пытаться что-то поменять. Я не знаю, может быть, будет провал, может быть, успех. Но это эксперимент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова